Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Это программа «Утренний кофе». С вами этим утром Ольга Яковенко. И Дмитрий Доброхотов. Мы постараемся сделать все, чтобы утро было бодрым и позитивным. Сегодня вы узнаете, какой косметикой лучше пользоваться летом. Вместе отпразднуем день рождения актера Александра Демьяненко. Сравним современную экранизацию с литературным оригиналом. Разберемся в вопросе поощрения детей деньгами. Познакомим вас с еще одним местом, куда можно отправиться в экскурсию. Продолжим викторину, узнаем гороскоп, послушаем музыку и просто отлично проведем время вместе. Просыпайтесь и встречайте новый день вместе с нами. 30 мая 1631 года появился на свет первый номер для газет. Первая французская газета дала мощный толчок этому типу издания. С тех пор газета непрерывно развивается и растет. Но читают ли ее сегодня? Уверена, что да. Ничто не может заменить человеку запаха и шелеста так полюбившейся любимой газеты. Конечно, интересующую вас информацию можно при большом желании найти и в интернете. Но чтение газеты это не просто информационное хобби, а целый ритуал, от которого человек получает моральное и эстетическое удовольствие. Давайте посмотрим, как обстоит дело с газетами в нашей республике. Мария Пантази отправилась в редакцию одной из самых популярных газет в Приднестровье. И вот, что ей удалось узнать. События, новости, мероприятия и, конечно же, сенсации в заметках, репортажах, статьях и интервью. Печатные издания и сегодня не теряют своей актуальности, несмотря на гегемонию информационных интернет-ресурсов. Газета «Приднестровье» – издание республиканского масштаба с 20-летней историей. В первых номерах, как мы обычно говорим, журналисты-корреспонденты были сделаны и выполнены на коленке. Затем со временем, конечно, появлялись сотрудники, появлялись авторы. Начиналось все с четырех полосок формата А3, то со временем можно говорить о том, что формат газеты и объем увеличился кратно. Сегодня главный республиканский вестник выходит пять раз в неделю. Это четыре ежедневных выпуска тиражом, 4-5 тысяч экземпляров и итоговый субботний номер, объем выпуска которого варьирует от 13 до 14 тысяч. Ежедневный вариант – это более информативный, это оперативность, это быстрая подача материалов, для того, чтобы читатель был в курсе того, что происходит ежедневно в республике и за ее пределами. Субботний номер мы стараемся для наших читателей сделать таким более душевным, более глубоким. В нем мы можем себе позволить материалы большего объема, для того, чтобы даже те события, которые происходят на неделе, то есть предоставить их в таком более аналитическом, более, ну скажем так, размышляемом жанре. Чтобы выпуск газеты стал возможным, как вы понимаете, трудиться приходится не одному человеку. Это напряженная работа увлеченных, заинтересованных и неравнодушных к происходящему вокруг журналистов, редакторов, сотрудников технической службы. А вот в этом кабинете увиденное и услышанное перерождается в аналитическую статью, острую заметку или занимательный очерк. Работа творческая, к тому же требующая мобильности и оперативности. Бывает, когда нужно успеть с информацией в номер, который уже готовится к печати, и, в общем-то, у журналиста остается после мероприятия, с которого он пришел, до момента отправки газеты с типографией, у него остаются считанные часы, нужно успеть вложиться в это время, потому что все понимают, что в процесс вовлечено слишком большое количество людей. Это и непосредственно редакционный блок, это и типография, которые все в данный момент времени завязаны на одном человеке. Как там раньше было? Утром в газете, вечером в куплете. Мы хотим, чтобы у нас было наоборот. Сегодня утром состоялся факт, а следующим утром читать я уже получил и факт, и информацию об этом факте, и по возможности даже анализ происходящего события. А реализация творческих замыслов в электронном виде происходит здесь. Это так называемая верстка, формируется полоса газеты. На экране компьютера то, что впоследствии читатель увидит на страницах газеты. Сперва появляется предварительный вариант. Это макет газеты, который отдается в читку корректорам. Потом этот вариант уже правится непосредственно с верстальщиками, кто изготавливал этот макет. Вносится окончательное исправление ошибок, недочетов, других каких-то композиционных элементов. И уже окончательный вариант после всех проходов попадает в типографию, и типография уже отпечатывает тираж газеты. Среди сотрудников, тех, кто ежедневно трудится над созданием главного республиканского печатного издания, можно встретить самых разных людей. Их объединяет общее дело. Каждый вносит свою лепту. Никандор Анатольевич, например, корреспондент-редактор, член Союза писателей, человек, за плечами которого полувековой журналистский путь. Сегодня весь свой опыт и знания дает любимому делу. Мне каждый день приходится работать с русским, славянским словом. Писать самому что-то, править сотоварищей и коллег. Но это нормальная история. Не потому что я, допустим, умнее или лучше их пишу. Просто чужой взгляд при написании книги, корреспонденции, очерк или счет, все равно должен быть посторонний взгляд. То есть кто-то должен посмотреть, почитать, оценить, что-то предложить, что-то, может быть, поправить в согласии автора. То есть это вот такая вот иногда рутинная работа, но мне кажется, что она всегда интересна. Увеличивается штат сотрудников, растет оперативность, ожидается подписная кампания, планируется изменение формата издания. Газета «Приднестровье» сегодня полностью оправдывает звание главного печатного информационного ресурса республики. Дорогие друзья, сегодня последний день викторины, и уже завтра мы объявим победителей. И сегодня специальное задание от интернет-магазина «Сундук». Условия не изменились. Для того, чтобы выполнить задание, заходим на сайт, адрес которого вы видите на своих экранах. www.sunduk.com И там, в свойствах одного из товаров, ищем слово «Приз». И как только вы нашли это заветное слово, как можно скорее отправляйте название этого товара на электронную почту викторины «Утроконкурссобакойяндекс.ру». Вот только не забывайте оставлять свой номер телефона, ведь, возможно, именно вы выиграете приз. Дима, мне обязательно перед отпуском нужно накупить множество новой косметики. Это что, у вас у женщин такой ритуал, что ли? Да нет. Просто летом лучше пользоваться специальными средствами, потому что макияжу в это время будет противостоять солнце, вода, песок и еще много чего, что обязательно подпортит внешний вид. А без косметики никак не обойтись? На пляже еще можно, но в остальных случаях легкий мейкап не повредит. И вообще, ты сомневаешься, что это очень важно? Тогда посмотри наш следующий сюжет, и ты все обязательно узнаешь. Ну что ж, почему бы и нет? Летом каждой девушке хочется выглядеть особенно красиво, но горячий воздух и слой макияжа только навредят вашей коже. Так что прямо сейчас мастер-класс по созданию легкого летнего макияжа, который будет актуален в этом сезоне. В начале макияжа мы очистим лицо термальной водой, а также можно наложить дневной крем. Я в данном случае использую термальную воду. Летом многие девушки не перестают пользоваться тональными кремами, но на этот период лучше выбрать увлажняющее тональное средство, и основу под макияж можно не использовать. Далее переходим к глазам. Макияж лучше, чтобы состоял из дневных легких оттенков. Розовый, персиковый, светлый, салатный оттенок. В качестве подводки мы можем использовать различные цветные карандаши или фломастеры. Нужно избегать черного цвета, потому что это будет придавать большую контрастность макияжу. В этот раз я возьму для девушки коричневый. Самое главное правило летнего макияжа – это минимум различных средств. Если зимой на лицо мы наносим крем, основу под макияж, тональный крем, пудру, то на сегодня можно обойтись только пудрой. Она матирует и выравнивает цвет кожи, так что носите ее с собой каждый день. А вот выразительность образу добавим тушью. В дневном макияже мы можем использовать различные цветные туши – синюю, бирюзовую, салатовую. Но в данном случае мы будем использовать классический черный цвет. И завершаем наш макияж блеском для губ. Он также может быть перламутровым, розовым или персиковым. Такой образ является универсальным и позволит вам отлично выглядеть каждый день. Напомним, что сегодня четверг, 30 мая. И что же нам обещают звезды? В течение этого дня не стоит решать вопросы формального характера. Это может занять больше времени, чем вы планировали. Не слишком эффективны окажутся сегодня и традиционные подходы к решению текущих проблем. Творческие и оригинальные мысли и поступки, напротив, приведут к успеху значительно быстрее. В течение этого дня вы сможете прекрасно общаться с родственниками и близкими вам людьми. Это хорошее время для проведения семейных торжеств, знакомства второй половинки со своей семьей. Ну а подробный гороскоп для каждого знака смотрите далее. В этот день овны не только могут, но и должны совершать необычные поступки. Воплощать в жизнь самые смелые замыслы. Успех придет немедленно и будет колоссальным. Возможен настоящий прорыв в профессиональных делах. Есть шанс подняться сразу на несколько ступеней карьерной лестницы. Тельцы могут браться за любые дела в этот день. Звезды готовы поддержать вас во всем. Тем, кто стремится добиться профессиональных успехов, стоит напомнить о себе влиятельным знакомым. Сейчас эти люди могут оказать вам ценную услугу. В первой половине дня близнецов не раз выручит чувство юмора. Это как раз то время, когда хорошей шутки может быть достаточно, чтобы избежать ссоры или погасить разгорающийся конфликт. Любые неприятности этого дня кажутся раком катастрофическими, а радости и удачи незначительными. На деле же все наоборот. Проблемы – это сущие пустяки, а вот победы и достижения важны хотя бы потому, что становятся базой для будущих успехов. Львам звезды советуют не создавать себе проблем, и волнения обойдут вас стороной. Это день, когда несколько легкомысленное отношение к профессиональным делам вполне простительно и даже похвально. Именно благодаря ему вы избегаете напрасных хлопот и пустой траты времени. Удев сегодня преобладает влияние позитивных тенденций. Можно рассчитывать на успехи в самых разных делах. Окружающие не спешат вам на помощь, но это не беда. Вы сами блестяще справитесь с осуществлением задуманного. Сегодня весов накроет волна творческой энергии. Это может быть началом очень продуктивного этапа вашей жизни. Поэтому принимайтесь за дело как можно раньше. Сконцентрируйтесь на результате. Количество сейчас важнее, чем качество. Скорпионы сегодня достигают успеха в той сфере жизни, которая для вас особенно важна. Повезет одиноким представителям знака. Их ждут не просто интересные, а поистине судьбоносные знакомства. Хотя стрельцам для достижения успеха придется потрудиться, вы одержите такие победы, которым окружающие смогут только позавидовать. Это день нелегкой, но успешной борьбы. Козерогам придется нелегко, но не торопитесь объявлять этот день неудачным. Все задуманное удастся осуществить, если вы найдете хорошего помощника. Ищите его в своем ближайшем окружении среди людей, которые уже доказали, что достойны доверия. В первой половине дня водолеям удастся плодотворно поработать, а во второй отлично повеселиться. Вечерняя усталость будет приятной. Это прекрасный день для любых творческих экспериментов. У рыб сегодня есть поводы для беспокойства, но они не так серьезны, как вам кажется. Не принимайте близко к сердцу профессиональные разногласия, мелкие недоразумения на работе. Все вскоре наладится. Дима, ты знаешь, что сегодня день рождения Александра Демьяненко, знаменитого Шурика? Я обожаю фильмы с его участием. Операция «И», «Кавказская пленница» и вообще все приключения Шурика я всегда пересматриваю с огромным удовольствием. Шурик уже давно является одним из символов Нового года. Для миллионов телезрителей этот персонаж стал родным. Кстати, перед тем, как стать Шуриком, Александр уже снялся в четырех фильмах и завоевал популярность среди зрителей. О нем писали газеты и журналы, в киосках продавались открытки с его изображением. Уже сложилось определенное амплуа актера. Молодой, незадачливый, но всегда честный, открытый и принципиальный юноша. И кто знает, как сложилась бы судьба Демьяненко дальше. Если бы не встреча с Гайдаем. Сегодня исполнилось бы 76 лет легендарному советскому актеру Александру Демьяненко, который запомнился нам как слегка неуклюжий, но безумно забавный студент Шурик. Все мы практически наизусть знаем крылатые фразы из так полюбившихся нам комедий Леонида Гайдая. Что? Что такое, дорогой? Птичку! Жалко! Кстати, роль Шурика далась Демьяненко очень легко, и это неудивительно. Свой талант он унаследовал от Сергея Петровича, его отца, который учился в ГИТИСе, а потом стал театральным режиссером. И Александр пошел по его стопам. Поступил в тот же вуз, правда, удалось ему это лишь со второй попытки, видимо, в первый раз переволновался. Кстати, в студенческие годы он был заядлым прогульщиком, но ему все прощалось. Уж очень его любили преподаватели, так как видели в нем большой потенциал. Первую роль в кино он сыграл, будучи еще на втором курсе в картине Александра Алова и Владимира Наумова «Ветер». Чуть позже у этих же режиссеров он снялся в киноленте «Мир входящему», где он сыграл младшего лейтенанта Ильева. Товарищ младший лейтенант! Советую вам на прощание проштудировать устав внутренней службы. Раздел 2. Товарищ младший лейтенант! Свою известность он получил, снявшись в фильмах «Карьера Димы Горина» и «Взрослые дети». В первом Демьяненко сыграл робкого мальчика, заброшенного в таежную глушь, а во втором он предстал в роли молодого и неопытного главы семьи. Все деньги с пыльки взял. Ява двухцилиндровый, моноблок, это же бывает один раз в жизни, телескопическая вилка, карбюратор с падающим потоком. Операция «Ы» и другие приключения Шурика, кавказская пленница Иван Васильевич меняет профессию. Мы никогда не устанем пересматривать эти комедии. Но данные роли обернулись для Демьяненко как триумфом, так и трагедией. Ведь он стал комедийным актером, и этот статус закрепился за ним среди большинства кинорежиссеров. Поэтому серьезные роли ему просто перестали предлагать. Он было отчаялся, но спасло его телевидение, где он снимался в самых неожиданных ролях и даже озвучивал анимационные фильмы. А что касается зрителей, то Александр Демьяненко навсегда запомнится нам как один из самых ярких и выдающихся актеров театра и кино. Чао! Да, сегодня кино уже не то. Многие режиссеры не выдумывают теперь таких персонажей, как Шурик. Они основываются на литературных произведениях и дорабатывают образы героев под современные требования. Интересно, а вот поклонники молодежного фильма «Опасные связи» перечитали роман в письмах Шадерло де Лакло, на основе которого и была снята кинолента. В этом я сомневаюсь. А что? Я уверена, они очень удивятся, когда узнают, что книга была написана еще в 18 веке, и многое в ней звучит несколько иначе, чем в фильме. Экранизации вообще зачастую расходятся с книгами, на которых они основаны. Так и новый фильм «Великий Гэтсби» был снят по одноименному роману, написанному в начале 20 века. Наш корреспондент прочитал роман и сравнил с фильмом. И вот, что из этого вышло. Произведение литературы «Великий Гэтсби» снова в центре светских разговоров. В начале мая на широкие экраны вышла экранизация этой бессмертной книги. Режиссер Баз Лурман снял фильм про человека, чья жизнь – сплошная бутафория. Я расскажу вам сущую правду. Сущую правду о себе. Я принадлежу одному весьма зажиточному семейству. К несчастью, они уже умерли. Я жил во всех столицах Европы, коллекционируя драгоценности, охотясь на крупную дичь и немного рисуя. А потом началась война, старина. Все союзные державы наградили меня орденами. Майору Джею Гэтсби за выдающуюся доблесть. Совершенно верно. Неужели это все правда? Посмотрев фильм, мы решили проследить эволюцию образов Гэтсби. Как менялся его стиль в тексте книги в каноническом фильме 1974 года и в картине База Лурмана 2013 года. 2025 год. Роман Скотта Фитджеральда «Великий Гэтсби». Обратимся к виновнику нашей дискуссии. Произведению Скотта Фитджеральда. Выяснилось, что он учился в Оксфорде. Услужливо подсказала Джордан. В Оксфорде черта с два он передернул плечами. Человек, который ходил в розовом костюме. И тем не менее. Оксфорд, который в штате Нью-Мексико, пренебрежительно фыркнул том. На страницах романа Гэтсби выдает себя почти сразу. Мало того, что богачи в седьмом колене занимаются вещами поумнее, чем еженедельная организация пышных вечеринок для доброй половины Лук-Айленда. Так еще и не носят розовый костюм. Золотой галстук и серебристого цвета сорочку под белый фланелевый костюм тоже не надевают. А главные герои носят именно такие вещи и делают это показательно. Каждая деталь его гардероба – это отдельное перо павлиньего хвоста. 1974-й. Экранизация Джека Клейтона. Первый всем так полюбившийся киношный Гэтсби в исполнении Роберта Редфорда. Очень близок к книжному прародителю и характерам, и гардеробам. Но есть и новые детали. Например, серебряную рубашку, которая должна была быть одета под фланелевый костюм, заменит голубая. Кроме этого, Гэтсби 1974-го года носит карманные часы. Из жилетов не нового и розового костюма виднеется цепочка серебряных, а из парадного – золотых. 2013-й. Экранизация база Лурмана. Гардероб нового Гэтсби не перестает быть эпатажным и вычурным. Но появляются новые цвета – ярко-желтый, горчичный, винный, ярко-синий. Почти все они на галстуках и платках. Также появляются новые аксессуары, которых раньше не было в шкафу таинственного богача. Подтяжки, наручные часы и шляпок-анатье. Так, спустя года, менялся гардероб и внешний вид Гэтсби. Но сущность этого человека – праздник и его стремления и мечты остались неизменными. И если вы еще не посмотрели фильм и не прочитали книгу, то скорее сделайте это и погрузитесь в Нью-Йорк 20-30-х годов прошлого столетия. В мир Гэтсби. Впереди пора каникул. И школьники сейчас усиленно стараются заработать на кино, аттракционы и другие развлечения, которые ждут их в летнее время. Ну, о полноценной взрослой работе, конечно, речи не идет. Но вот отличная оценка в школе или вовремя сделанные по дому дела зачастую приносят юным предпринимателям неплохой доход. Как правило, сами родители предлагают систему денежных поощрений, ведь у детей в любом случае должны быть свои карманные деньги. И если они достаются за хорошее дело, это радует и родителей, и самих детей. Но к хорошему быстро привыкаешь, и когда поощрить ребенка средств уже не хватает, домашние сотрудники отказываются выполнять работу бесплатно. Как говорится, бизнес есть бизнес и ничего личного. Как выйти из ситуации, которая зашла в тупик, знает Ирина Телятникова. Вы спрашивали, кем хочет стать ваш ребенок, когда вырастет. В списке у современных детей и подростков сегодня уже не встретишь космонавта или ученого. Самые желанные профессии – программист, дизайнер, менеджер, фотомодель и бизнесмен. И многие будущие предприниматели начинают зарабатывать уже в раннем детстве. Они требуют, просят или выклянчивают деньги у родителей за повседневные обязанности. Очень часто родители сами приучают ребенка к тому, что его услуги, его усилия можно продавать и покупать, соответственно. И дети начинают этим пользоваться. Сначала родителям это выгодно, это проще. Проще дать 5 рублей, но полтора часа не уговаривать ребенка делать уроки, да, или каким-то образом его там наказывать или что. Но очень быстро родители столкнутся с такой проблемой, когда ребенок уже ничего не захочет делать, не помогать, не общаться с вами, если вы при этом не оплатите, грубо говоря, его услуги. Кстати, платить за оценки оказывается вредно. В этом случае рубли не приводят к решению проблемы, а только усугубляют их. Малыш начинает работать не на знания, а на результат. Вероятнее всего он привыкнет выпрашивать оценки у преподавателей и будет устраивать истерики и лить слезы, не получив долгожданные пятерки. Если ситуация уже сложилась, то самый хороший способ предложить ребенку противоположную игру. Давай ты мне будешь давать деньги за то, что я тебя покормил, за то, что я с тобой пошел погулял, за то, что я поиграл в футбол. Ребенок достаточно в течение нескольких дней быстро откажется от этого, даже если он примет эти условия игры, потому что он поймет, что это, как это. Естественно, Кроха будет искренне возмущаться, что вы просите деньги за то, что идете с ним гулять или помогаете делать уроки. И именно в этот момент следует обратить его внимание на то, что у вас возникают точно такие же вопросы, когда он требует заплатить ему, например, за то, что он посидел с младшим братом. Если родители привыкли, ребенок привык к тому, что его поощряют деньгами, можно его наказывать деньгами. То есть за каждую полученную пятерку он получает 5 рублей, за каждую полученную двойку он отдает 10 рублей. И тем самым, опять же, дети чаще совершают какие-то неблаговидные поступки, чем благовидные. То есть по большому счету ребенок будет работать себе в минус. И ему выгоднее будет отказаться вообще, в принципе, от материального стимулирования, дабы не терять то, что он уже имеет и то, что он мог приобрести. В любом случае, материальные средства стимулирования иногда помогают. И плюсы у этого способа поощрения, конечно, есть, но в определенных рамках и с определенного возраста. Не забывайте объяснять малышу, что еще существуют такие понятия, как подарить, помочь и поддержать. Денежный азарт и жажда наживы, пусть даже детские, пока еще забавные, невинные, ни к чему хорошему не приведут. И если ваше чадо все-таки отказывается помогать за просто так, побеседуйте с ним о любви, дружбе и взаимовыручке. А еще не забудьте почитать ему добрые сказки. Мы продолжаем вас знакомить с местами, куда можно этим летом отправиться на интересную экскурсию. Пару дней назад мы рассказывали о парке Скульптур, который находится в селе Чебручье. И если вы все же решились туда съездить, то обязательно посмотрите на пороги Турунчука. Такое зрелище в Приднестровье нечасто увидишь. Вячеслава Савчук расскажет подробнее об этом природном явлении. Это место давно полюбилось местным жителям. Они здесь отдыхают и рыбачат. Придумали и название – водопад. Но если смотреть с научной точки зрения, то здесь расходятся две реки – Днестр и Турунчук. И получается типичный рукав или порог. Сооружение здесь, шум реки слышен, сооружение искусственное. Судя по всему, рукав образовался во второй половине XVIII века до периода изыскательских работ по местоопределению строительства Терраспольской крепости. Или, как тогда говорили, срединной крепости. Открытие этой протоки принадлежит Францу де Волану. В период строительства крепости Франц Павлович вместе с топографами был здесь и впервые заметил, что Днестр разбивается на два рукава. Собственно, на Днестр и Турунчук. Я не могу сказать, известно ли было название на то время, когда вот пошло название Турунчук и откуда пошло. Я, по меньшей мере, до настоящего времени не встречал пояснения по тому поводу, почему именно так называется. Но в докладной записке русскому правительству Франц Павлович де Волан писал о том, что если не укрепить, к примеру, дно, место ухода Турунчука у Днестра, то может получиться таким образом, что сам Днестр уйдет в эту протоку. И тогда, естественно, целый ряд сел, которые находятся ниже по течению, они останутся без реки. А сел это в основном связанное с рыбным промыслом, поэтому для них это было смерти подобно. В конце 19 века русское правительство прислушивается к совету Франца де Волана и принимает решение об укреплении дна реки Турунчук. В настоящее время река, когда посмотришь на нее, место, где она уходит, там на месте ухода Турунчука у Днестра видны бетонные блоки. Это 30-е годы 20-го столетия, 25-27 год, период, когда река Днестр была государственной границей Советского Союза и существовала молдавская автономия. Сегодня это единственный порог в среднем и нижнем течении реки Днестр. Здесь любят отдыхать местные жители и приезжать туристы, чтобы насладиться природой и шумом воды. Говорят, что собаки похожи на своих хозяев. И в большинстве случаев это скорее так. Одни собаки похожи на своих хозяев, другие не очень. Но все они, похожие и не похожие, на уровне инстинкта подражают своему хозяину и ничего не могут с этим поделать. Лучшие друзья человека копируют его автоматически, даже если это стоит им угощения. О способности собак подражать людям известно давно. Но лишь недавно мир узнал, что в отличие от специально обученных цирковых собачек, домашние псы копируют своих хозяев инстинктивно и сугубо добровольно. В ходе очередного эксперимента ученые впервые обнаружили, что у собак, в отличие от других домашних животных, существует врожденная склонность подражать человеку. Оказывается, в Приднестровье немало любителей пуделей. Эта порода своеобразна и неординарна. О собаках и о людях, которые связали с ними свою жизнь, наш следующий сюжет. Говорят, что пудель – самая семейная порода собак. Сегодня мы действительно в этом убедились. Все любители пуделей в один голос твердят, что это самые добрые и ласковые собаки. Своего хозяина они просто обожают и всегда и везде находятся рядом с ним. Причем они не просто рядом, а всегда готовы встать на защиту своего покровителя. Также еще пудели, как никакие другие собаки, перенимают повадки своего любимого хозяина. Поэтому и говорят, что манеры пуделя схожи с характером владельца. Это подтверждает и Александра, заводчик этой породы. Если хозяин спокойный, тихий и собака такая же. А если идем от детей, игры, пудель будет с ними играть бесконечно и тоже не будет вам доставлять каких-то неудобств. Мячики, тапочки, подноска, потому что подноска предметов – это их любимое занятие. Они умеют даже складывать собственные игрушки в свои места. В этой семье пудели живут не так давно, всего 4 года. Хотя Александра мечтала об этой породе еще с детства. И вот теперь в ее доме вместе уживаются совсем маленькие той пудели и представители этой породы размером побольше – карликовые. Пудель, опять же, связана с тем, что я очень люблю детей. А пудель – это ребенок, маленький ребенок в шистой шубке. Вот я их только так описываю. На них невозможно обижаться. Когда вот что-то, ну что-то, ну я даже не знаю, что он может плохого сделать. Он ничего плохого не делает, он все делает хорошее. Но вдруг ты пришел, свердитый или что, эти круглые глазки, вот, они так смотрят на тебя. Все, душа тает, душа летит, они прыгают, они сразу довольны, счастливы. И у меня поднимается настроение. Если вы решили завести эту собаку, следует обратить внимание на то, что эта порода, как в принципе и любая другая, требует особенного ухода за шерстью. Ее необходимо часто причесывать и иногда стричь. Однако своей прической пудель и славится. Его стрижка привлекает к себе сотни взглядов. За счет нее пудель смотрится элегантно, изящно и красиво. К частым парикмахерским процедурам маленький пудель привыкает с самого детства. Так, расчесывать собаку можно хоть каждый день. Но если этого не делать, волосы сами по себе у собаки складываются в спиральки, что делает ее не менее очаровательной. Когда вы ее помоете, то же самое. Волосы мокрые, просто сами по себе, естественно, высушенные, превратятся в красивую охапку из спирали. Ей, когда расчесываешь, еще и феном поддуваешь, вот получается такая пушистая грива. И что вам мешает, что вам кажется лишнее для собачки, мешает собачке в жизни. На лапках, на мордочке. Взяли ножничками, аккуратненько подстригли, и все. Можно и машинкой побрить. Пуделя очень легко дрессировать даже маленькому ребенку. Это очень игривая, веселая, элегантная собачка, которую любит вся семья. Пудели Александры уже известны всему Приднестровью. Ни одну выставку собак они еще не пропустили. И каждый раз уходили оттуда с заслуженными наградами. Пока я себе не ставлю таких планов прямо ездить там за какое-то зарубежье на выставке. Но на нашу выставку мы всегда приходим. И да, у нас отличные оценки. Судьи приезжают, нравятся им мои собачки. Отличный. Вот у нас Аморчик, производитель мой. От него щенята у нас. И вот девочки. Не влюбиться в пуделей просто невозможно. Настолько они добродушны и милы. Это все на сегодня. С вами этим утром была программа «Утренний кофе». Ее ведущие Ольга Иковенко. И Дмитрий Доброхотов. Надеемся, что день пройдет еще лучше, чем утро. И обязательно принесет вам все самое хорошее. Желаем отличного настроения и исполнения ваших желаний. Увидимся завтра в это же время. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok